МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продажи выросли на 6 с лишним процентов, до 4 миллионов 300 тысяч штук. Лидерами рынка стали отечественный бренд Lada, японские марки Toyota и Nissan. В студии работает Борис Киргенников. Приветствую вас. Сейчас расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. А в какой ценовой категории в основном россияне выбирают автомобиль для покупки, выяснили аналитики портала по продажам машин Дром.ру. Чаще всего пользователи покупают авто в пределах от 200 до 600 тысяч рублей на вторичном рынке. Сейчас на портале актуальны почти 230 тысяч машин, не старше 9 лет. Половину из них собственники продают по цене от 200 до 600 тысяч рублей. В то же время 40% объявлений приходится на авто дороже. Таких предложений на сайте насчитывается чуть больше 90 тысяч штук. Недорогих предложений немного, всего 10% от общего числа. В этом сегменте можно выбрать авто с пробегом дешевле 200 тысяч рублей. Новости рынка недвижимости. Владельцы больших квартир в Новосибирске не готовы уступать в цене. Такой вывод сделали аналитики портала n1.ru, проанализировав предложение о продажах в мегаполисе. С начала года квадратный метр вторички подешевел в среднем на 3,5%. Для покупателей он сейчас обойдется примерно в 56 тысяч рублей. Причем, чем больше квадратов, тем цены падают медленнее. С января двухкомнатные квартиры подешевели на 3%, трехкомнатные только на 2%. А вот большие, текомнатные квартиры потеряли в цене только 1,5%. Как объясняют эксперты, владельцы продают подобные объекты без спешки, поэтому снижают стоимость минимально. Время решится на покупку. Согласно исследованию портала banki.ru, средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизилась. Эксперты объясняют это тем, что свои предложения корректируют крупнейшие банки страны. А за ними меняют кредитную политику и остальные финансовые организации. Сегодня оформить ипотечный заем в среднем можно под 13,65% годовых. Снижение составило 0,4%. Это касается квартир на вторичном рынке. В строящихся домах ипотека обойдется чуть дешевле. 24 ноября в Новосибирске стартует международный форум «Инпарк-2016». В столицу нашего региона приедут свыше 150 экспертов, федеральных чиновников и руководителей индустриальных парков страны. Всероссийский форум проходит в области уже шестой раз. Темой встречи в этом году станет эффективное управление и привлечение резидентов в промышленно-индустриальные парки. Всего в стране сейчас работают 146 таких объектов, а за Уралом только 12. Поэтому проведение форума «У нас» поможет развитию. Сейчас в регионе открыты три промышленных парка, которые имеют необходимый сертификат. ПЛП, биотехнопарк и частный центр Новосиб. Только за этот год организации перечислили в бюджет области свыше 300 миллионов рублей. А на территорию парков зашли новые резиденты. Ну или пять встреч, которые проходили здесь, на сибирской площадке, на которых обсуждались вопросы, вообще говоря, развития этого явления, значит, они очень много привнесли как раз в то, что в конечном итоге мы сегодня имеем, ну будем говорить, высокий уровень признания со стороны федеральных правительственных структур. Сейчас в регионе ведется работа по запуску новых промышленных парков. ПЛП «Восточный», его открытие планируется в 2020 году, и площадка на базе завода «Экран». Руководство предприятия уже подготовило весь пакет документов, получилось сертификат от Федеральной ассоциации. Резиденты зайдут на площади нового парка уже весной 2017-го. Работают в стране позитивно такие инструменты экономической политики, которые выгодны и государству, и предпринимательской сфере. И индустриальный парк и ГОСТ, который в 2014 году был создан для сертификации индустриальных парков, он полностью отвечает этим требованиям и предпринимателей, и государства. Управляющие компании индустриальных парков получают налоговые льготы от правительства области. Но главное, такие площадки направлены на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Форум «Инпарк» будет идти два дня. На нем также будут подписаны ряд важных для области соглашений. Наращиваем объемы. Индекс промышленного производства в Новосибирской области с начала года вырос на процент с лишним. Такую информацию подготовили специалисты Новосибирскстата. Компании региона, которые занимаются добычей полезных ископаемых, нарастили объемы на 9%. В обрабатывающих предприятиях рост не такой большой – около процента. А вот в производстве электронного и оптического оборудования произошел настоящий бум. Объемы изготавливаемой продукции выросли почти на одну пятую. В то же время статистики зафиксировали значительное падение в металлургической сфере на 30 с лишним процентов. Напомню, что с начала года активного роста индекса промышленного производства в области не наблюдалось. Привлекаем покупателей. Торговые сети увеличивают продажи за счет программы лояльности. Кризис заставляет россиян искать новые возможности для экономии. При выборе абсолютно одинаковых магазинов 3 из 4 покупателей пойдут к тому ритейлеру, в чьей программе лояльности они участвуют. Такие данные в ходе исследования получили эксперты компании Nielsen. На сегодняшний день карты лояльности есть у 52% россиян. Покупатели больше всего ценят в торговых сетях скидки на продукты, кэшбэк и эксклюзивный доступ к распродаже. 850 работодателей Новосибирской области подняли зарплату работникам выше регионального минимального размера оплаты труда. Напомню, он составляет чуть больше 9 тысяч. А как будет расти минималка в стране в будущем, знает Максим Топилин, министр труда и соцзащиты России. Цитата дня в деловых новостях. В следующем году не будет такого резкого, к счастью или к сожалению, ростом рот. Это всего лишь увеличение на 4%. Общий уровень бюджетной обеспеченности и поддержки из федерального бюджета регионам уже позволяет вести себя более плавно. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok